Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Саянский пласт запускает производство. Подведены итоги ЕГЭ. Они неутешительны. Продолжается ремонт образовательных учреждений города. Саянские спортсмены-колясочники вновь в честь лучших. А теперь об этих и других событиях более подробно. После почти пятимесячного простоя Саянский пласт приступил к пуску производств. С 1 июля отменены все ограничения в работе персонала. Завод вышел на режим полной рабочей недели. После вынужденного почти пятимесячного простоя, вызванного аварией на ангарском заводе полимеров, который входит в структуру госкомпании «Роснефть» и вне планового ремонта, акционерное общество «Сенсхимпласт» приступило к пуску производств. 1 июля ангарский завод полимеров возобновил подачу этилена на предприятие. При этом сырье подается на бездоговорной основе. «Сенсхимпласт» вынужден принимать те объемы, которые считает нужным подать компания «Роснефть», что может обеспечить производство продукции не более чем на 60% от мощности предприятия. 11 июля были получены первые тонны основной продукции – суспензионного ПВХ. Ранее 27 июня было введено в работу производство хлора и каустика на минимальной нагрузке. На производстве винилхлорида 9 июля был начат запуск установки крекинга. Идет вывод на плановый режим. Запускается оксихлорирование реактора. Сейчас производство винилхлорида и поливинилхлорида также работают на минимальных нагрузках. Сегодня будет выпущена первая партия «Белизны». Пуск прошел в соответствии с регламентом. Все производства работают в штатном режиме. Персонал предприятия также работает в обычном режиме. С 1 июля отменены все ограничения в его работе. Подведены итоги государственной итоговой аттестации выпускников саянских школ. Результаты неутешительны. 10 11-классников и 63 9-классника аттестаты не получили. Без происшествий чрезвычайных ситуаций в штатном режиме прошла государственная итоговая аттестация 2016 года в Саянске. В ней приняли участие 269 выпускников среднего общего образования, в том числе 225 11-классников нынешнего года очной формы обучения, 19 выпускников очно-заочной формы, 16 выпускников прошлых лет. 376 9-классников 2016 года также сдавали государственные экзамены. Увы, не все из них подтвердили освоение школьных программ. 7 обучающихся у нас не подтвердили освоение и по русскому языку, и по математике. И не подтвердило у нас 56 человек по математике. Ну, цифры приблизительно такие же, как и в прошлом году. Но особенность заключается еще в том, что осенью этим выпускникам, ученикам нашим, есть возможность еще раз пересдать. Уже сроки эти намечены, определены сентябрьские. И там, в общем-то, для них будут проводиться в конце августа и сентябрь, это школы, их же школы будут проводить консультации. И я думаю, что ребята подтвердят. 11-ти классникам же такой возможности, как пересдача экзаменов осенью, в нынешнем году не предоставят. 10 выпускников саянских школ не получили аттестаты, и ЭГЭ не смогут пересдать лишь в 2017-м. В этом году мы провели анализ полученных баллов. Вот 47 человек в сумме по трем предметам набрали более 190 баллов и выше. В том числе 21 человек набрал выше 220 баллов. То есть вот такое количество. Это уже гарантия практически 100% поступления в высшее учебное заведение. И вот из 21 человека 15 – это из гимназии. 10 выпускников 2016 года получили аттестаты с отличием. Им вручены медали за особые успехи в учении. Стоит отметить, что все они 9-й класс также закончили на одни пятерки, а следовательно заслужили и региональные награды. Знаки «Золотая медаль» за высокие достижения в обучении. Практически все ребята, которые сегодня трудятся в экологическом отряде при Доме детского творчества, состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Во втором сезоне 25 таких подростков работают на благоустройстве городских парковых зон, собирают скошенную траву. У ребят, за которыми еще недавно пристально наблюдала полиция, теперь появилась возможность самостоятельно трудиться и заработать немного денег на карманные расходы. По словам педагогов, отличие нынешнего сезона от предыдущих в том, что практически все подростки попали в экологический отряд по рекомендации сотрудников отдела ПДН. На первом сезоне у нас отработало 25 человек, успешно получили зарплату дети. На второй сезон мы тоже набрали 25 человек. Основной приоритет отдавали детям из интерната и детям, состоящим на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Вадим Бородин работает в экологическом отряде первый год. Раньше в свое свободное время он больше проводил со сверстниками и частенько приходилось общаться с инспекторами отдела ПДН. В первом месяце я отдыхал, во втором месяце записался в трудовой отряд, где мы собираем мусор, работаем. По признанию Вадима, еще с раннего детства у него была давняя мечта, которая, уверен, подросток может осуществиться уже этим летом. У меня была мечта съездить на Байкал, отдохнуть. И сейчас я подзаработаю денежки, съезжу, отдохну, на Байкал. По словам самих организаторов, основная деятельность экологического отряда направлена на социальную адаптацию и реабилитацию подростков возрасте от 12 до 16 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в отделе полиции, через создание комплекса воспитательных воздействий, включающих в себя трудовое, духовно-нравственное воспитание и оказание данной категории детей психолого-педагогической поддержки. При расчете стоимости потребленной горячей воды в квитанциях по квартплате теперь применяется двухкомпонентный тариф. О коммунальных нововведениях далее подробнее. С 1 июля текущего года жители города получили квитанции об оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в новом формате, в котором при расчете стоимости горячей воды применяется двухкомпонентный тариф. Теперь размер платы определяется с учетом компонента на холодную воду теплоноситель и компонента на тепловую энергию к объему потребления горячей воды и тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего водоснабжения. Приказом номер 720 СПР от 19 декабря 2014 года службы по тарифам Иркутской области установлен следующий тариф для населения города Саянска с 1 июля. Компонент на теплоноситель 29 рублей 13 копеек за кубический метр и компонент на тепловую энергию 896 рублей за гигакалорию. Расход тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра определяется по фактическим показателям общедомового прибора учета. Напомним, прежде в квитанции итоговая стоимость услуги была прописана единой строкой «горячее водоснабжение» и тариф на горячую воду уже состоял из двух компонентов. Нововведение вызвало удивление у потребителей, ведь у многих сумма за данную услугу возросла. Думается, в проекте не учитывается, что горячая вода не только льется из кранов, но и циркулирует в системе горячего водоснабжения, стояках и полотенцесушителях. Отопление рассчитывается равными долями в течение всего года с ежегодной корректировкой по фактическому потреблению. Летом у нас у всех в домах, практически во всех домах нашего города работают полотенцесушители, так называемые полотенчники. Они летом горячие именно за счет горячей воды. Соответственно, потребление горячей воды в летние месяцы увеличивается. Пока разницу в платежах не увидели жители, в квартирах которых не установлены приборы учета горячей воды. В этом случае определение расхода тепловой энергии на подогрев одного кубометра воды должно осуществляться в соответствии с нормативом. Однако сэкономить не удастся. Правительство ввело повышающие коэффициенты для тех, кто не установил индивидуальные счетчики. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День работников почты. Этот праздник является профессиональным и для нескольких сотен саянцев. В связи с профессиональным праздником День российской почты и заслуженные успехи в работе награждается почетной грамотой УФПС Кузенков Александр Олегович, заместитель начальника Саянского почты. Накануне профессионального праздника Дня российской почты, который отмечался 10 июля, в стенах саянского почтамта прошло торжественное мероприятие. Лучших сотрудников в этот день наградили грамотами и благодарностями за отличную работу. Начальнику саянского почтамта Марине Приловской была вручена министерская награда – медаль «Мастер связи». В настоящее время Саянский почтамт обслуживает население Саянска, Зимой, Балаганска, а также Зиминского и Балаганского районов. 297 сотрудников на население – более чем 80 тысяч человек. Такой объем работы выполняют сегодня специалисты Саянского почтамта. И с этой задачей они справляются на отлично. По итогам 2015 года, по всем показателям, Саянский почтамт занял второе место по Иркутской области. Среди 16 почтамтов я считаю, что это заслуженная награда, потому что весь коллектив у нас работал хорошо. Все начальники отделения почтовой связи, операторы почтовой связи подстальоны. Текущий год, надеется, руководитель Саянского почтамта станет не менее успешным и плодотворным для сотрудников организации. В рамках программы «Народные инициативы» в спортивном зале школы номер 7 «Саянска» идут работы по установке новых окон. В спортивном зале школы номер 7 ведутся работы по замене окон. Реализация проекта стала возможна благодаря выделенным средствам по программе «Народные инициативы». Сумма составила более 270 тысяч рублей. Работа очень много, вы видите, очень много проводится высотного демонтажа. И поэтому, конечно, это создает определенные трудности, потому что окна находятся в очень серьезном состоянии и буквально рассыпаются при прикосновении. Проведение в учебном учреждении ремонтных работ стало значимым событием. На протяжении многих лет мы ждали вот этого, замены окон, потому что температура зимой, особенно морозы, у нас в спортивном зале была очень низкая, до где-то 11-13 градусов. Это создавало серьезные, конечно, проблемы в организации занятий физической культурой. Также в спортивном зале будут заменены светильники, проведен косметический ремонт помещения. Завершить работу планируется в середине августа. В связи с участившимися в Саянске случаями ДТП с участием пешеходов сотрудники автомобильной инспекции проводят профилактические беседы не только со взрослыми жителями, но и с юными пешеходами. Урок по правилам поведения на дороге провели саянские автоинспекторы в детском саду Брусничка. Воспитанникам дошкольного учреждения сотрудники ГИБДД рассказали, как правильно переходить дорогу, какие бывают виды транспортных средств и для чего предназначен светофор. Малыши с интересом слушали полицейских и делились впечатлениями о своих поездках в детский сад. Когда ты переходишь на дорогу, если нет зебры, то значит можно попасть в аварию или в больницу, значит надо можно переходить только по зебре. В яркой увлекательной форме инспектор ГИБДД рассказывал ребятам об опасностях на дороге при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь и туман, как необходимо вести себя при такой погоде, а также об обязательном использовании яркой одежды со светоотражающими элементами. Цель подобной встречи – научить малышей элементарным знаниям дорожной азбуки. Сотрудниками госавтоинспекции проводится работа не только с взрослым населением нашего города, но и с детьми. Мы посещали лагеря летнего пребывания детей, а также проводим беседы, работу, занятия с детьми дошкольных образовательных учреждений. Именно в летние месяцы, по данным сотрудников ГИБДД, происходит рост несчастных случаев с участием пешеходов, особенно детей. Поэтому подобные встречи автоинспекторы планируют проводить регулярно. 8 июля саянцы торжественно отметили День семьи, любви и верности. По традиции творческие коллективы города подготовили концертную программу, а изюминкой праздника стал традиционный парад детских колясок. Емелина Печи, великолепная бабочка, юный сотрудник ДПС, отважный львенок и другие замечательные персонажи. С яркого, интересного, оригинального выступления парада детских колясок, посвященного году кино, началось открытие трогательного праздника – Дня семьи, любви и верности. Одно удовольствие было наблюдать за важными разряженными карапузами, очень маленькой и очень нарядной невестой, очаровательной бабочкой, серьезным, но добрым доктором. В прошлом году у нас костюм была «Россияночка», а в этом году решили ее переименовать, и получился у нас «Аленький цветочек». «Очень нравится нам праздник такой семейный, добрый». Немало болельщиков переживали за юных спортсменов, принявших участие в карапузьих бегах. «Какие темпы, какие скорости! Браво, браво, браво!» Связать себе узами брака в День святых Петра и Февронии – добрая примета. 8 июля свои отношения зарегистрировали две красивых пары – Петра и Дарья Якиных, Надежды и Жанна французовых. «У вас есть возможность на каждом лепесточке написать все, что вы желаете, и это непременно исполнится. Раз, два, три! Ура!» Поздравления в этот день принимали и пары, прожившие рука об руку долгие годы. Это семьи Бондарь, Григорашенко, Окунь. Честовали и победители городского конкурса «Почетная семья города Саянска» – молодую семью Путинцевых и многодетную семью Кабаевых. «Уважаемые саянцы, поздравляем вас всех с этим великим праздником. Желаем всегда любить, рождать новые семьи, ну и верить друг другу». «Я поздравляю всех с праздником. Любите, будьте счастливы всегда». 12 молодым семьям были вручены сертификаты на получение социальной выплаты по программе «Молодым семьям доступное жилье». Любите беречь таков девиз этого праздника, оставшего символом крепкого счастливого брака. «Мы ромашки белоснежные, дарим суженным своим». Каков сюжет древнерусской легенды о Петре и Февронии? Как выглядит символ дня семьи, любви и верности? На эти и другие вопросы саянцам дали ответы специалисты библиотеки «Берегиня». В минувшую пятницу у мозаичной иконы Петра и Февронии Муромских собрались жители Саянска и специалисты библиотеки «Берегиня». Место встречи изменить было нельзя, так как эти святые являются покровителями брачных уз, семейного счастья и любви. В День семьи, любви и верности библиотекари решили провести для жителей небольшой экскурс в историю этого праздника. «Мы хотим пропагандировать этот праздник, чтобы его помнили, что он такой существует. Это наш русский праздник, не зарубежный, чтобы его помнили, отмечали и знали». Саянцы узнали об истории Дня семьи, услышали красивую легенду о Петре и Февронии, приняли участие в разных играх, отвечали на вопросы любовной викторины и даже гадали на ромашках. Кстати, оказывается, до мероприятия многие из горожан не знали, что именно ромашка является символом Дня семьи, любви и верности. Отметим, что такие познавательные и одновременно развлекательные лектории полезны всем, от мала до велика. Ведь это реальная возможность узнать много нового и интересного. И в продолжение темы. Специалисты Центральной городской библиотеки по-своему отметили День семьи, любви и верности. Они организовали оригинальную комбинированную выставку. Постоянные и случайные посетители читального зала Центральной городской библиотеки точно не смогут пройти мимо этой небольшой, но на редкость интересной экспозиции. Здесь открылась выставка фотографий и изданий, посвященных Дню семьи, любви и верности. На выставке мы представили наш журнал «Православная славянка», то есть статьи из этого журнала о семье, о том, какие взаимоотношения должны быть с семьей, как воспитывать детей, как вообще живут многодетные семьи, приемные семьи. Ну и наши, значит, сделали мы такую подборку фотографий из нашей газеты «Саянская озория» про наши семьи саянские. Саянск – город небольшой, но как много интересных людей живет в нем. На выставке можно увидеть фотографии многодетных семей и молодых активных супругов, которые даже с рождением детей не перестали участвовать в различных конкурсах и делают очень много полезного для родного города. Есть фотографии и победителей традиционного конкурса «Почетная семья города Саянска». Замечательная семья Черемичкина, которая воспитывает Любовь Сергеевна и Игорь Владимирович, уже сегодня у них в семье шесть детей, трое мальчиков, трое девочек. Мы их знаем, мы с ними знакомы, знаем, что это совершенно уникальная, замечательная семья, где мама всегда душа компании, а папа надежная опора. Он тоже увлеченный человек, он охотник и рыболов. И детки, конечно, там, понятное дело, что живут в полной гармонии и согласии с родителями. Папа и мама для них, конечно, надежная опора. Замечательная семья Верхотуровых, они у нас тоже победители в 2013 году, они участвовали в конкурсе «Почетная семья». Специалисты библиотеки отмечают, что им очень приятно рассказать о дружных саянских семьях, о том, как много хороших, симпатичных людей живет в нашем городе. Выставка будет работать в течение месяца. В День города в Саянске состоится яркое мероприятие – фестиваль шаров. Участие в шоу смогут принять все желающие. Празднование Дня города в Саянске всегда проходит торжественно ярко, а не менее красочным обещает стать торжество и в этом году. Ведь 13 августа будет организовано необыкновенное зрелище – фестиваль шаров. Шары – это всегда праздник, это всегда настроение, поэтому возникла мысль о проведении фестиваля шаров с Днем рождения в Саянске. К участию в фестивале приглашаются организации, производственные коллективы, учреждения города, семьи. Что касается воплощения идей поздравления, тут мы не ограничиваем. Будут ли это фигуры, будут ли это наряды, будут ли это речевки и надутые гелием конструкции, которые, может быть, смогут взмыть в небо. Это все на откуп творчества наших жителей. Фестиваль проводится по следующим номинациям. Самая большая композиция шаров, самая креативная композиция, самая интересная композиция с Днем рождения в Саянск. Заявки на участие в фестивале принимаются до 22 июля. Праздник самого любимого лакомства всех детей – День шоколада – отметили в саянсах.ру. 8 июля здесь было многолюдно. Пришли не только дети, но и взрослые. Всемирный День шоколада – праздник, который придумали французы – большие поклонники этого ароматного и изысканного лакомства. Появился праздник в 1995 году и сейчас отмечается во всех странах мира. Россия – не исключение. Здесь проводятся различные фестивали, посвященные этому десерту. Саянск не остался в стороне. Некоммерческое партнерство саянсы.ру, большие любители реализации необычных мероприятий, также отметили День шоколада. Стоит отметить, что организацией мероприятия занимались сами юные волонтеры, практически без участия взрослых. В том году я листала праздники, чтобы сделать в Саянсах.ру. И попала на праздник шоколада. У меня возникла идея такая, что вкусно, всем детям понравится, и решила эту идею реализовать. Я позвала с собой Маргариту, Катю Путилову, Элизу также. Ну и в том году у нас праздник был хороший, но призов было мало, потому что нашим спонсором в том году только была Латушкина Валентина Николаевна. В этом году у нас призов очень много. Девочки самостоятельно придумали развлекательную программу, главной частью которой стали, конечно же, конкурсы. В конкурсе у нас тоже все абсолютно про шоколад. Вот, к примеру, «Наша Марка», там надо про шоколад тоже что-то составлять. Потом, как это называется, там, «Шок-баскетбол» тоже, тоже все про шоколад. Все про шоколад. Конкурс «Наша Марка» – это попытка создать шоколадные изделия будущего. А шоколад-баскетбол – это своеобразный шоколадный спорт. Дети с расстояния бросали конфеты в импровизированную корзину. Также на площадке «Саянцев.ру» состоялся танцевальный флешмоб. Дети создавали мемориалы, посвященные шоколаду, и вовсю развлекались. Праздник прошел очень ярко, и будем надеяться, что его проведение станет доброй традицией в Саянске. В течение двух дней на территории спецгородка проходили соревнования по пожарно-прикладному виду спорта, в которых состязались спасатели из Саянской зимы и Заларинского района. В 2015 году руководство МЧС России по Иркутской области приняло решение ежегодно проводить соревнования по пожарно-прикладному спорту. Подобные турниры, по словам саянских спасателей, в последний раз проводились в нашем городе в 2010 году. И вот спустя шесть лет на специализированной базе Зиминского спасательного отряда МЧС решили организовать проверку профмастерства пожарным Саянска, Зимы и Заларинского района. В соревнованиях приняли участие девять команд, в том числе это команды пожарной части города Саянска, пожарной части города Зимы и пожарная часть города, поселка Заларин. По итогам двух дней соревнований были проведены четыре вида. Это первый день у нас подъем по штормовой лестнице, установка трехколенной выдвижной лестницы, второй день это боевое развертывание и преодоление стометровой полосы препятствия. Как считают сами пожарные, возрождение спортивных традиций по пожарно-прикладному спорту в Саянске позволяет им совершенствовать профессионально-спортивную подготовку и способствовать обмену опытом и более тесному сотрудничеству с пожарными других гарнизонов. Пожарно-прикладной спорт нам очень важен, так как он помогает нам поддерживать боевую, физическую форму наших бойцов пожарной охраны. Это является профессиональным видом спорта. Исчисление в летописи России идет с 1937 года. В 1937 году впервые в России прошли соревнования по данному виду спорта и на протяжении много лет уже данный вид спорта является профессиональным спортом пожарных. Как пояснил руководитель службы МЧС Александр Николаев, соревнования проводятся для популяризации профессии пожарного, а также в целях демонстрации профессиональных приемов и навыков борьбы с огнем. Кстати, по итогам проведенных соревнований первое место заняла команда саянских спасателей. Два установленных рекорда России и семь медалей. Таков итог участия саянцев в соревнованиях по легкой атлетике, которые на днях прошли в Чебоксарах. С 26 июня по 4 июля в Чебоксарах проходил чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, где Иркутскую область представляли трое саянцев – воспитанников Дмитрия Щербака и Анны Юшиной, и спортсмен из Золарей, также тренирующийся в Саянске. Итогом соревнований стали два установленных рекорда России, личные рекорды спортсменов, семь золотых и призовых медалей. «Раньше я говорила, у меня была одна соперница, с кем мы боролись, очень и очень яро. Ну, нынче, да, я ее в одном, короче, в булаве я ее победила все-таки и сделала, установила новый рекорд России – метание булавы. И выиграла ее аж на два метра. То есть, вот это у меня была цель – ее победить». Еще один рекорд России установил саянский спортсмен Сергей Тихонов. В дисциплине метания диска он показал результат 10 метров 44 сантиметра. К этому Сергей шел в течение двух лет. «Цели, естественно, они, в принципе, те же остаются, попадание в сборную и, соответственно, ну, теперь уже Олимпиада для меня тогда, Токио уже, будем на Токио намечаться, цель ставить. Ну, и все постепенно будет идти, как по лестникам, как по служебной лестнице будем идти, идти в сборную, в чемпионат Европы и мира, и, соответственно, до Олимпиады дойдем. Я думаю, все-таки». Верится, что и эта цель будет достигнута. Годы упорных тренировок показали, что у саянцев с ограниченными возможностями здоровья безграничное упорство, воля и целеустремленность. «Иванова Дарья, она первое место завоевала в толкании ядра, тоже свой личный рекорд установила 7 метров 16 сантиметров. И в метании копья она стала вторая. И Алексей Дудков, он приезжает к нам тренироваться за ларей даже, он занял второе место, тоже по своему личному рекорду 9 метров 53 сантиметра, то есть очень хороший результат». И это все новости на сегодня. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин